В Луганской области сгорел КПВВ. Кто отравил Навального и день рождения запорожца? Это первые итоги уходящего дня в прямом эфире телеканала Дом. Я Николай Саракваш, здравствуйте. Итак, 9 погибших, 16 в больнице с многочисленными ожогами, сотни сгоревших домов. Это последствия масштабных лесных пожаров в Луганской области. Одновременно загорелось в 146 местах, пострадали больше 30 населенных пунктов, около 200 людей эвакуировали. С последними подробностями Анастасия Волкова. Жители Вороново ходят по руинам, которые остались на месте их домов. Игорь показывает свой двор. Его дом за 15 минут превратился в руины. Пожар начался 30 сентября около 7 вечера. Огонь охватил 7 районов области. Ураганный ветер подхватил пламя и нес его от села к селу. К полуночи спасатели пытались погасить уже 146 очагов. В пожарах погибло 9 людей, 16 в больницах. Около полусотни эвакуированных сейчас разместили в Северодонецке, 150 в Новоайдаре. Всего от огня пострадал 31 населенный пункт. На данную хвилину открыто 7 криминальных проведений. Створено 30 оперативно-следующих групп для переверки всех объектов, которые были подскожены. Людей, которые в Новоайдарском районе, детей в лекарню направили. Дорослые все размещаются в школах. Северодонецкий район, жители, которые эвакуированы, они размещены в школах. Для тушения пожара задействовано более 2000 людей и более 200 единиц техники со всей Украины. Настигла нас такая вот беда. Вот теперь вот наводим порядки. Заходит зима, остались без дров, остались без инструментов, остались без газовой печки. Все нужно начинать заново. А это восьмая школа в Северодонецке. Здесь в спортзале устроили приют для пострадавших. Задача у меня – разместить людей, надать им место, где можно пребывать, дать воду, попить, горячий чай, туалет. Все, что можно организовать. Оксана – многодетная мама. Ее вывезли с двумя дочерями из Боброва. Что осталось от ее дома, женщина пока не знает. Нас эвакуировали. Полиция прямо с дому забирала. Огонь двигался на деревню. Ну, выехали сюда, но сюда еле доехали, потому что по дороге все горело. Сиротино, Боровское нас вывезли оттуда. Спасатели уже ликвидировали 116 очагов возгорания. Тушить пожар мешает сильный ветер. Огонь уничтожил уже более 10 тысяч гектаров леса. Сгорел единственный в области КПВ в станице Луганской. Людей, которые там находились, эвакуировали. Анастасия Волкова, Андрей Магомедов. Луганская область. Твой дом. Президент Владимир Зеленский тем временем призвал не торопиться называть обстрелы незаконных вооруженных формирований основной причиной пожаров в Луганской области. По крайней мере, до заключения экспертов. Я бы с пострелами не объединялся вопроса пожежа. Зареєстрировано криминальное проведение через эти пожежи. Это не первые пожежи, которые на Луганщине происходят. На жаль, происходят в этом году. Вы видели, какая количество пожежей у нас по всей стране этого года. Это была провокация? Какие были причины, через что остались эти пожежи? Я пока не могу сказать. Профессионалы должны сказать. Правоохоронцы. Вопреки усилиям Кремля, Украина не допустит срыва минских переговоров. Об этом рассказал глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук. По его словам, во время вчерашнего заседания российская сторона вновь настаивала на внесении изменений в постановление о выборах, чтобы их смогли провести и в Ордло. В законе таким образом самопровозглашенную власть. В то же время участник ТКГ Сергей Гармаш не исключает, что провалив вариант с выборами, Россия может попытаться заморозить конфликт. Когда он вроде бы не стреляет, когда не нужно России, теряет свою остроту, но ничего не меняется. Там остается, скажем, линия разграничения, российская власть, по сути, де-факто. И в любой момент Россия при необходимости может обстрелить этот конфликт. Поэтому вот какие-то два эти варианта, но я думаю, что мы не пойдем ни на один из них все-таки. Наше заведение, наша позиция спокойно, виважено, аргументовано идти своей дорогой. Дорогой, которую означает украинский народ и которую означает украинская государство. Мы идем дорогой до мира. И просим на зустрічь идти нам, тогда как мы будем идти на зустрічь. Не будемо надавати виняткового значения формальним питанием, а будем ввести в суть. А суть мир на Донбассе. Дать людям можливість відновити потім свою инфраструктуру, життя налагодити нормальне. В Украине тем временем стартовал осенний призыв. Ряды вооруженных сил в этом году пополнят 13 тысяч человек. Больше всего из Днепропетровской, Харьковской и Одесской областей. Россия же за шесть лет аннексии Крыма незаконно призвала в свои вооруженные силы 25 тысяч украинцев. Более того, Кремль приучает к войне даже маленьких крымчан. При школах создают военизированные классы, при детских садах – кадетские группы. Фото доказательства этого, показания свидетелей и документы собрала крымская правозащитная группа. Прокуратура Автономной Республики Крым и города Севастополя направила их в Международный уголовный суд в Гааге. Официйное расследование завершили стадию попереднего выучения и перешли до официального расследования. Самопровозглашенные власти аннексированного Крыма тем временем придумали новый способ решения проблемы с водой. Собираются строить опреснительные заводы. Правда, за какие деньги все это будут делать, и сами пока что не знают. Военный эксперт Юрий Кочевенко в эфире программы «На самом деле Крым» назвал подобные заявления пропагандистским дымом. Это не более чем такой пропагандистский дым о том, что да, вот мы сейчас там, вот хоть камни с неба разберемся, построим. Но объективно, несмотря на ту легенду, которую пытается российская власть создать и своим вооруженным силам, ну и там в целом тому, что они называют российская наука, это не более чем пропагандистская ширма мы это видим. За отравлением Алексея Навального стоит Путин. Об этом заявил сам российский оппозиционер в интервью немецкому изданию Der Spiegel. Навальный также подтвердил, что после завершения курса лечения в Германии он вернется в Россию. Тем временем американские сенаторы призывают президента США подумать о новых санкциях против РФ. Мы обращаемся к вам с просьбой рассмотреть вопрос о том, использовали ли власти России химическое или биологическое оружие в нарушении международного права или в отношении одного из своих граждан. И таким образом следует ли ввести против них санкции в соответствии с законом о контроле над химическим и биологическим оружием. В Кремле уже отреагировали на заявление Навального. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобные обвинения абсолютно безосновательными и недопустимыми. И заявил, что с Навальным работают специалисты ЦРУ. На эти слова оппозиционер пригрозил судом. Обострение ситуации в Нагорном Карабахе. По меньшей мере 16 мирных жителей стали жертвами военных действий. СМИ сообщают о турецких наемниках на стороне Азербайджана. А российская техника движется в Армению. Заинтересован ли Кремль в кавказском военном конфликте, разбирались наши журналисты. Российская военная техника уже в Армении. Партию грузовиков КАМАЗ, движущихся из Ирана, заметили местные жители. Между Арменией и Россией действует военное соглашение. Готовы к военным действиям и зенитно-ракетные комплексы С-300, истребители МиГ-29 и 5000 военных на российской базе Гюмри в Армении. Аналитики допускают, в этом конфликте у России свои интересы. Тут такой неофициальный план Лавраба, чтобы Карабах и Армения уступили пять занятых районов Азербайджану. И взамен стороны согласились на то, чтобы там встали российские миротворческие силы. А эти российские миротворческие силы – это не только силы по разъединению сторон, это инструмент российской политики и влияние на Южном Кавказе. То есть Россия придёт со своими войсками туда, она может оттуда и не будет. Турция, которая поддерживает Азербайджан, тоже не осталась в стороне. По данным западных СМИ, Анкара уже направила туда сирийских наёмников. Это 250 военных, которым пообещали 2000 долларов в месяц. О том, что турецкие силы воюют на стороне Азербайджана, заявляют и в Баку. При этом Ереван говорит о серьёзных потерях противника. Все попытки штурма со стороны противника, несмотря на их интенсивность, провалились. Армия Карабаха отбросила противника. В результате чего 350-360 человек убиты, 600 ранены, 3 вертолёта сбиты, 15 единиц, включая танки и бронетехнику. Анкара не отрицает, что поддерживает Азербайджан и уверяет, если Азербайджану понадобится помощь, не откажет. Мы поддерживаем наших азербайджанских братьев в их борьбе за освобождение своих оккупированных земель и защиту своей родины. Покинуть оккупированные территории требует и Азербайджан. У нас есть только одно условие. Вооружённые силы Армении должны немедленно покинуть наши земли. Если правительство Армении выполнит это условие, боевые действия прекратятся, кровопролитие и мир воцарится в регионе. В результате боевых действий по меньшей мере погибли 16 мирных жителей Нагорного Карабаха. Ещё 46 человек госпитализированы в больницу в городе Степанакерт. Среди раненых – иностранные журналисты. Наталья Гаевская, Роман Смолер, Телеканал Дом. Строительство северной объездной дороги вокруг Ровно осмотрел президент Владимир Зеленский. Глава государства побывал и на других инфраструктурных объектах, которые сооружают в рамках национальной программы «Большое строительство». А также ознакомился с работой медицинских центров. Через Ровно каждый день проезжает до 14 тысяч автомобилей. Новое шоссе освободит местные улицы от транзитного транспорта, а в городе воздух станет чище. Северную объездную сооружают в рамках национальной программы «Большое строительство». Стоимость работ – более 800 миллионов гривен. В регионе восстанавливать дороги начали позднее других областей, но уже в этом году сдадут 16 объектов. Глава государства ознакомился и с работой медучреждений. Он побывал в областном противоопухолевом центре, единственном в северо-западном регионе страны, где установлено высокотехнологическое оборудование. По словам врачей, в регионе ежегодно обнаруживают почти 3000 онкобольных. Руководство центра обратилось с просьбой создать на базе учреждений еще один центр онкологии. Так медики смогут лечить больше людей не только из Ровенской области, но и из соседних регионов. Кроме того, президент пообещал решить вопрос и строительство новых школ. По словам главы облгосадминистрации, в регионе катастрофически не хватает мест в школах. Наши надбанья ревничные в том, что у нас природная народженность. И особенно в певничных районах у нас очень много детей народживается. Молодцы. Так. У нас есть огромная потребность в 11 школах, чтобы мы сбудовали самый короткий термин 11 школ. Скоро появится в Ровенской области универсальный спортивный зал школы Олимпийского резерва. Пока что спортсменам приходится тренироваться в других областях и за рубежом. Спорткомплекс планируют открыть в следующем году. Затем начнут сооружать в нем бассейн. У нас есть отдельная программа, которую мы проведем в следующем году. Это отдельное строительство бассейнов. Я думаю, что если мы сможем, и все поддерживают парламент, эту программу, то мы сможем параллельно какие-то вещи начать. Мне кажется, это тоже важно, чтобы не был долго. Отобрали в Ровенской области и три культурных объекта, которые начнут реставрировать в следующем году. Их внесли в список туристических магнитов. Тараканевский форт, Островский замок и Дубинский замок внесли до нашей программы, которая начинает работать в следующем году. Замки, музеи, исторические и культурные места по всей стране. Ольга Харченко, Максим Магомедов, Ровенская область, Твой дом. В Украине начнут продавать законсервированные тюрьмы. Сегодня в стране таких 27. Об этом в программе официальный разговор на телеканале Дом рассказала заместитель министра юстиции Елена Высоцкая. Это отчужение государственного майна. Мы współпроцуем с фондом государственного майна по этой процедуре. Мы собираем полный пакет документов и передаем до фонда. Фонд оголошает прозорие торги через Прозоро. И таким образом будет выяснено покупцам. Не дня без антирекорда. За минувшие сутки в Украине снова свыше 4 тысяч новых случаев COVID-19. Общее число инфицированных уже превысило отметку в 213 тысяч. И коронавирусная карта вновь обновила цвета. С понедельника по правилам красной зоны начнут жить два города – Тернополь и Канев. Киев хоть и не исчезает из числа антилидеров по количеству новых случаев COVID-19 по-прежнему в желтой зоне. В оранжевую зону эпидопасности попали три административные единицы Донецкой области и Беловодский район Луганской области. Политическая эйфория, по мнению президента Владимира Зеленского. Коронавирусные антирекорды, которые наша страна ставит последние два дня, связаны с активизацией предвыборной кампании на местах. Равно как и с не всегда ответственным отношением украинцев к правилам карантина. Почалася предвыборная местная кампания. Сейчас мы видим социологию, какой влияет вся эта политическая эйфория, политический цирк местных владельцев. Им сложно, как втрачать свою владельцу или не втрачать. Я не понимаю, для чего они делают, кроме своих рейтингов. И поэтому далее началась эта хвиля политическая. И вот и все. И они хотят, чтобы они подобались всем людям, которые живут в том или ином месте. Жизнь по обе стороны линии соприкосновения. В Киеве прошел закрытый показ мультимедийной постановки «Контакт Лайн». Место действия – стеклянный лабиринт. Десять молодых актеров из Донецкой и Луганской областей рассказывают свои истории и пытаются выбраться из заточения. Зрители тоже участвуют в постановке. От их голосования зависит, смогут ли молодые люди достичь своей цели. Спектакль поставили в рамках социального проекта общественной организации «Ядию». Меня зовут Миша. Я боялся, потому что боялась моя мама. Меня зовут Никита. Я живу в большом пятиэтажном доме на самом верхнем этаже. Жребий брошен. Сегодня украинский клуб «Шахтер» и «Динамо» узнали своих соперников в групповом турнире Лиги чемпионов. Донецкий клуб в группе «Б» встретится с «Реалом» и «Интером» и «Мюнхенгладбахской» и «Барусией». Соперниками киевского «Динамо» в группе «Эйч» стали «Ювентус» и «Барселона», а также венгерский «Ференс Вараш», который тренирует украинский специалист Сергей Ребров. Первые матчи основного раунда Лиги чемпионов состоятся 20 и 21 октября. Он был предметом гордости и на смешах одновременно, а еще о нем сочиняли анекдоты. 60 лет назад «ЗАЗ-965», более известный как «Запорожец», впервые сошел с конвейера запорожского автозавода. Как праздновали день рождения Горбатого, мои коллеги расскажут. «Джентльмены, заводите моторы!» От брутальных черных «Вот сварка, вот приварена, вот тут удлинено, там удлинено, арки переделаны, капот открывается по-смешному». До нежно-розового «Цвет позитивный, он нравится всем, он нравится, главное, что нравится он мне». Десятки владельцев горбатых «ЗАЗиков» выстраиваются в колонну, чтобы ударить автопробегом по юбилею. Именно осенью 1960 года с конвейера запорожского автозавода сошел легендарный «ЗАЗ-965». Герой шуток и анекдотов, он в то же время покорил сердца миллионов и стал культовым автомобилем. «Любят именно за то, что она маленькая такая красивая машинка». «И что значит несуразная? Она же очень красивая. Очень красивая. Конечно». Цена машины на то время 1800 рублей, но чтобы купить горбатого, было мало накопить денег. В очереди на авто стояли по несколько лет. А экспортный вариант, который для европейского рынка выпускали под брендом «Ялта», и вовсе было не достать. «Отличие «Ялты», наличие вот такого руля с таким кольцом, наружные зеркала, дополнительные молдинги, повторители поворотов, автомобили, которые шли не на экспорт, они были в меньшей комплектации». Несмотря на почтенный возраст, прототип «Фиата», а именно его тогда взяли за основу отечественного автомобиля, и в свой юбилей вызвал немало позитивных эмоций на улицах Запорожья. Ну а торт в виде запорожца был наградой для тех, кто вспомнил о юбилее. Дмитрий Орлов. Запорожье. Твой дом. Ну что же, итоги дня мы подведем традиционно в 23.00. Тем временем подписывайтесь на наши страницы в интернете. Адреса появляются на ваших экранах. И берегите себя, свой дом, Украину. Продолжение следует...